Я сейчас буду себе варить щавелевый суп для меня, некоторые говорят, что щи зеленые, имеет щавелевый суп, щавель, потом зеленушечку добавим обязательно, затем лук, лис на я не буду сон делать, завтра, а завтра у меня ногти, в общем пока что не буду, хотя так хотелось, сделаю, хочу сделать вегетарианский рис, капуста, слойки помидорки мамины, салат, мама вырастила, также мама вырастила руку, это вообще отдельная песня, и это мы сделаем овощную рагу, это можем убирать, а это у нас оля готова на оставшееся приготовление пищи, Ваня сейчас начнет сегодня горничать, Ване мне нравится, когда я его приглашаю к приготовлению пищи, но мне кажется, многим очень нравится, когда их что-то заставляют делать, они если любят делать, то только то, что они сами хотят, все остальное идет через не хочу, вам мне нужна твоя помощь, все позвала, сейчас придет, будем заниматься делами, Подготовлю пока капусту, лежала в холодильнике, верхние немножко заплесневели, прячься на спине идет, сняла верхние листочки получается, и промыла, Почеряшкой вниз, пойдем, уступаем место Ивану, Че ты так делаешь? Я считаю, что мужчины должны помогать на кухне женщинам, и даже сами где-то готовить съесть, Мой папа так же помогает маме, когда готовит она кушать, Я считаю, что нет в этом ничего зазорного, это не считается, что у меня муж там подкаблучник или еще что-то, Но по большому счету эту еду мы будем есть вместе, и почему кто-то должен сидеть отдыхать, а другой должен готовить, что или иное, Он хотя бы какой-то наш клад свой в этот носит, правильно Иван? Типа вам А вот это разделение, женская работа, мужская работа, ну да, Иван меня не заставляет вивать в озере, еще что-то, Ну так же я его не заставляю там заниматься цветочками, пересаживать, Ну нет, ну когда я лежала в больнице, он их конечно плевал, мои цветы, но это уже гуманность, Нет, ну что ты, пересаживал когда-нибудь цветы, из горшка вошел, Таскаю их в банну и обратно Вань, ну мне нельзя поднимать тяжести Значит я занимаюсь? Ну ты занимаешься, но более опять же с мужской точки зрения, что тяжелый цветок, он вздымает, Ты больше мне помогаешь, так сказать Ну что он занимаешься? Ну занимаешься, но не так активно таки, ты не разговариваешь с цветочками, Жалко камеры не в эту сторону, он не видно Ваниного лица Да Вань, ученые доказали, что цветами, я не знаю какие Мне с этим плохо, ты это прекрасно знаешь, на этом ты меня ловишь всегда Нет, ну а что плохого, если я разговариваю с цветочками? Ничего Ты же разговариваешь с телевизором, причем многие мужчины разговаривают Я с телевизором разговариваю? Ну с телевизором, с экраном В смысле? Я только комментирую то, что ты смотришь Ну да, причем моих блогер девушек, он им пытается что-то сказать, Сказать, какие они есть и так далее, там подобное Хотя я это не понимаю, говорю, Вань, они все равно это все не услышат, зачем? Хотя бы ты услышишь Мою позицию по данному вопросу А я ее знаю и так, я с тобой не первый год живу Все твои позиции, я уже выучила ее Ты же не меняешься, со мной их смотришь Ну ты со мной их смотришь Слово муж особо не верующий человек В плане в том, что мой муж не ходит в церковь Но со мной он начал изучать всякие молитвы, креститься и молиться Да, Ванюш? Да Ну я лава уже мужика Хотя на днях про Гогена смотрела Малахова на девушку Но самое интересное, что ж теперь у них какая эпопея Только он пропал Давай поженемся, ты не смотришь уже Ну правда, я смотрела последний раз Ты говорила, не смотришь уже Ну, я последний раз смотрела, вот из-за этих вот Что ты сказала, что он оказывается очень популярен этот А я его вообще не знаю Этот кто? Какие-то алкаши, блогеры Понятно Я, видите, уже забыла даже Монгол Во, Ваня, Витя, всех придурков Ваня знает Спасибо, Ваня Ну как-то так вышло Я, конечно, была в шоке от этого монгола Мне стало интересно, что же это такое И почему мой муж его знает А так саму Ларису Гузееву я очень люблю Крутая тётка Не, ну правда, человек, который достоин Как уважения или, не знаю, подражания За что? За её жизненную позицию За то, что она... По любому вопросу? Да по любому вопросу Даже вот эти курицы к ней приходят И она открыто им в глазах говорит Ты курица, ты для меня никто Или ты достойна лучшего А что, в нашем мире только за это уже стоит уважать? Уже стоит уважать Я потерял очень много друзей Знакомых и близких Которым я говорила правду в глаза По-моему, это естественный ход вещей Ну, это для тебя Они обижались, уходили в стол Как моя мама говорит Как же Ушло солнце И в стране лираков началась работа И я уберу всё, Вань Ещё у меня к тебе просьба Про которую я уже говорила тоже Какая? По поводу яблок Помыть На четыре части разрезать И вытащить цветоножку Огрызок И жопку Может мы это завтра будем делать? У тебя и так времени нет? Две часов Нет, нет Это... Просто я тебе объясняю методику Надо это сделать Ты сделаешь Я её быстро порублю Рубить я быстро умею Ну, я умею Хочешь покажу, как я быстро рублю И всё это засыпается сахаром И оставляется на сутки И только через сутки Когда даст сок яблоки Начинается это всё варить Поэтому, по большому счёту Моя задача будет только Порубить их И засыпать сахаром Это я собралась сделать Яблочное варенье Чтобы яблочки были янтарного цвета Ваня мне опять с этим поможет Потому что я очень медлительная И делаю всё Чересчур медленно И в общем Долго я буду это всё делать Тогда Яблоки Быстрее сгниют Чем я их сделаю Называется Уже приготовила мясорубку Сейчас вот уберу до конца За Иваном И Буду Делать фарш Всё С вами мы всё решили И сейчас Будем делать Фарш Для фарша нам понадобится Рыба Лук Небольшая Картофельная Можно туда добавить Чеснок Также Зеленушки Добавлю немножечко И яйца Яйца обязательно моем В тёплой или горячей воде На сколько вы можете Сейчас я сразу же Порублю все мои ингредиенты Чтобы потом уже закидывать Порубить Не обязательно прям мелко Можно погрубней Главное чтобы вот в дырочку нормально падала Посмотрела сейчас одного блогера И увидела что Котлеты В эти лучше не класть Хлеб Я даже с этим согласна И она советует Положить Муку Чесночок Чтобы везде разошёлся Раньше в моё детство Мы кочерыжки ели А сейчас получается Говорят Одни нитраты там Не знаю Может в моём детстве Были другие кочерыжки Теперь ещё Фишка Именно моего приготовления В том Что я всегда Добавляю Куркуму Можно ещё Перчик Добавить И обязательно соль И фишка В том Что я Когда делаю фарш Я сразу же все ингредиенты Кладу Включаю И соль И яйцо И всё это сюда Чтобы когда это перемалывается Сразу же всё это у меня Собиралось в одном чане И не надо было потом перекручивать Всё вместе Всё Накрутила я фарш Вот такой вот фарш Красивый У меня получился Уже сразу же Со всеми спецами Остаётся добавить Только нюху Немножко А там буду смотреть Это же не тесто Но и в то же время Надо склеить Ну Такими Быстрыми движениями Всё Всё Перекручиваю Ну вот уже достаточно Нормально уже Собирается Комочек Ещё сейчас чуть-чуть Добавлю Противень Я уже включила На 200 градусов Буду делать в духовке Пока что Не схватятся котлеты Когда они Уже покроются Так сказать Корочкой Такое тесто Получилось красивое Такое тесто Фарш На котлеты И так Положу сейчас в духовочку Чтобы Корочка Сформировалась На котлетах А дальше Казаном И уже пускай тушится И так лепится Хорошо Ничего не расползается Они Такие вот Сочненькие И в то же время Они Я бы не сказала Что Разваливаются Держат форму Не надо Никакой панировочки Ничего не надо Нет Вы если нормальные Не как мы Диет питание И так далее Лишний вес То можете Это все Спокойно В панировочку И на сковородочку Лишь бы только Твой любимый И близкий человек В рядом Здоровый И счастливый Ваня Что Смотри какие Котлеты у меня Получаются Шикарные Я все сделаю Не надо Посмотреть Сначала Клеты подойди Красота Они с капустой? В том числе А что там Рыба Капуста Лучок Чесночок Яичко Немножко Картошки Переходишь Я так понимаю Котлеты Я просто вспоминаю Все Стоклова Муку туда клала? Да Немножечко Положила Потому что я посмотрела Одного блогера Она рекомендует Вместо хлеба Положить муку И правда Видишь я муку сделала Муку я поэтому смотрю Они не разбредаются Поэтому и спрашиваю Мука там есть? Я положила Но не так уж и много У Вани там было производство Так еще раз покажу вам свои котлеты Вот такие вот котлеты Сейчас я отправлю в духовку А Ваня у нас занимался Чисткой яблок На варенье Бывает что там отходов очень много Нет мало Мало? Это очень хорошо Мой муж гениален Ой опять все грязно О Бог ты мой Сейчас помоем Мамочки родные Как всегда все Ужас Чего? Это ужас Ну я сейчас уберу уже Я понимаю Что ты уберешь Ну приступайте мальчики Духовочка моя разогрелась на 200 градусов И кладем котлеты Ах Пожел Пожел Ну все Насколько я не знаю Буду смотреть По состоянию Ах Пальчики запотели Во Теперь видите Класс Все Достаю И закладываю в чеканок Надеюсь Хватит места Переживаю Что этот маленький О Какие получились Будет противень Так Первым блинкомом Исправляюсь И делаю это вот так Так И дальше Немножко водичкой На самый маленький огонек Водичкой И накрываем крышкой Пускай тушится Котлеты у нас тоже уже готовы Смотрим котлеты Ах Какие красавцы Только полюбуйтесь Как же плохо Что запах не передается Они стали мягенькие такие Все Ммм И они не шибко сильно пахнут рыбой Целый таганочек Грубо говоря На рабочую неделю Вполне достаточно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА